Дорогие коллеги, еще мои коллеги, я буду все-таки на русском, но сайт, который я буду на английском, я попробую сейчас я только буду посвящена немножко о Балканах, но постараюсь посмотреть на Балканах немножко по-любому, в смысле, политическая история, и все время у меня хочется, чтобы показалось, что в Балкане всегда были границами, границами между одной и другой. Потом немножко покажу и расскажу о Софии. Вы были когда-то в Балкане? Еще нет. Хорошо. Я сделал много рекламы. Софии было так, скажем. Ахейдерше пора, наверное, наношу, традиционной мобильности. Потому что это очень актуальная тема, не только для Балканок, но и для Балканок, но и для Украины. Потому что для нас это, для Балканок началась 25 лет назад. И было очень интересно мне и молодым нам коллегам. Работа вышла в Украине в Украине. Я вам приятно покажу выход из Макинописи. Потому что там гастробайки пошли еще в 60-х, 80-х годах. И нам было интересно посмотреть, что получается, когда они, и вообще они возвращаются домой, или нет. Потому что мы этого ждем. Наши шуми дальше будут возвращаться. Мы будем. Так. Что такое Балканок? Ну, я знаю, что у вас очень много информации. Но я покажу вам Балканок в глазах моей одной из любимых преподавателей. И сейчас она профессор в Чикаго. Компания Шумкаина Владиа Томова. Надеюсь, что вы знаете ее книжку. «Imagine the Bocas». В болгарском перевели как «Балкан и балканизм». Но это не то же. Значит, это точно в смысле то, что мы говорили именно в первой поры. изобретение Бога. Я привержен к той парадигме, что не только история, пишут поведение, то есть это только история конструкции. Но даже и традиция конструкции. Потому что у каждой генерации есть своя традиция. Ну, традиция моей бабушки изгаль, чем моя. И, наверное, у моих внуков будет другая традиция. Там связь есть, но модификации – это точно. Ну, в этом смысле, как говорил граф Фейзеринг, это можно прочитать, по-моему, Европе. И даже если молокали не существовали, их были боевыми. Почему? Потому что Европе в этот момент, это же до конца Германии, до 20-го начала, до 20-го века, Европе нужен другой. То есть генеральный образ, но плохой образ, чтобы они себе доказали, что они правильные и хорошие. Вот как один мальниканский мальник, пишут, мне дам, в 1924 году, то это было последнее балканских и первыми новыми войнами. Смысл почему? Надо было умереть несколько, ста тысяч мальниканцев для одного адеквата, который произошел в маленьком и грязном городе, как сарай. Ну, это точно, что в Балкане, как метафора, как образ, как сарай. То, что это бочка с бородом европейский и так далее, это сконструировано точно в начале, в конце 19-го, начале 20-го века. Ну, скажем так, что обычно в Балканах географические это рассчитывают Греции, Болгарии, Сербии, Хорватии, Боснии, Чернокории, Македонию, ну, юг Румынии и европейская часть Курции. Но некоторые там оставляют, и так сказать, эферия, значит, где-то Сувения, Голгодина, ну, знаете, Будапешта возникла как две отдельные крепости. Будда и Пешта. Пешта это построила на Органское царство. Ну, значит, что там происходит, там работают границы в Балкане. Да, и там вопрос, это острова греческие это Средиземное море, Непетеран или Балкане, потому что греческая традиция это Балканская традиция, а многие из острова в длинное время в рамках, ну, скажем, Генеции, Нормации и так далее. Кстати, то же самое говорят Словении и Хорватии. Они не хотят, чтобы были балканцы, но географически не балканцы. Вопрос, что, ну, география это так, вопрос, что такое Балканская сущность в культурном смысле. Так же, как и Европа. Ну да, что такое Европа? Мои европейцы или не совсем. Но я могу вам сказать, что точно западные Европы, они абсолютно не знают и не хотят знать, что такое юго-восточная или восточная Европа. Ну, значит, термин Балканский был остров, мы думаем, в начале 19 века. Это географ немецкий, ребенок на улице Соне, и он поставил Балкан. Это название большой горы, которое происходит через Болгарию. Анатолий нам его называем. Но турецкое название Балкан значит, как и леса горы. Ну, тогда он думал, что эта гора происходит, проходит от Черного моря до Адриатики, так что они не совсем знали, что это. А сущности Староплавина вы знаете, да? С Черного моря это Луная. Ну, маленькая часть там на Западе, а на Сербии. Да. Значит, я попробую вам показать, что история Балкана – это история граничности, что это всегда было так, что на Балканах проходили разные границы между цивилизациями, культурами, религиями и так далее и так далее. Сначала скажем, что на фактичности там проходила граница сначала между племенами эллинистические, еврейские, тракийские и еврейские. И эта граница проходила в центре Балкана. Там, где мы сейчас говорим, что это переходная зона, то, что я вам говорил, между Болгарией и Сербией, там Македония тоже. И сейчас самая большая проблема между сербами и албанцами. кто такой наследник эллинистов? Потом во время Римской империи там проходила граница, опять же, в Болгарии, только между северной и южной Болгарией. Романское Болгария и грешеское Болгария. Скажем, это мы называем эллинизм и руманизм. Северная Болгария, они говорили, это прихода славян, это они говорили в основном народным георитмом латинском. Поэтому сейчас вы можете, это потом скажем, но Северная Болгария не говорили по-латински, а южная по-гречески, по-эллинистическим греческим. Потом, знаете, когда христианство вошло в Болгарии, в Римской империи, там тоже проходила граница и между политически, между восточной и западной Римской империей, одно, и потом, когда схизма была в начале XI века, между православием и опублицизмом. Мы сейчас еще в Сербии, в нише, мои друзья говорят, что он был в Сербии. Святой Константин, уроженец там, нищим, но в этой сущности он родился между нищей Софией, значит, в этом регионе. И поэтому Сербика, нынешняя София, был его любимым городом. Даже он вначале хотел столицу в Восточной империи перенести в Сербию, а потом начал Константинополь, сейчас в Сербию. Да, вот, значит, когда Планиниевич, оказалось, что граница подходит опять же вот так, когда Планиниевич в Сербии. Так что мы можем говорить, что культурные последние отличности на Малканах есть две лица. Одно, роману говорящий, и другое, ну, греческий, говорящий. И поэтому вы сейчас можете найти на Балканах, в Болгарии тоже, группы населения, которые до конца были славилизированные во все время истории. Это одни, это так называемые каракачаны. Каракачаны или по-гречески это саракацаны. Это люди, которые веками занимались артирозом, но в таком транс-туманном смысле. Зимой они были в поле, а летом они были в высоких горах. Но у них не было постоянного местожительства, у них не было постоянное поселение. Их поселило социалистическое область Болгарии в середине 50-х годов, в прошлом XX веке, когда им забрали в стадах болгарские моря и паркозы. Их тогда поселили. В Каракачане еще говорят археологические и греческие теории. А еще там, на разных краях Балкана, есть романо говорящие люди, которых мы называем влахи. Влахи. А знаете, что влахи – это славянское название для всех романговорящих. Даже по-польски я думаю, что Италия называется ложка. Ну и поэтому на Балканах, как влахи называют люди, люди разных диалектов, разных регионов и так далее, и так далее. Ну скажем, что в Болгарии у нас два типа влахи. Одни, которые там набинают, и другие, которые из Македонии пришли. В Болгарии это так называемые армии, каракачаны, цинцари. И они друг другу не понимаются, когда говорят. А и они, и другие говорят романские диалекты. Вот так скажем. Кстати, в Греции есть особая практика, что каракачаны, но они тоже на них смотрят как на этот Патьяк из Черного моря. То есть, что они поздно приехали. И их диалект очень далеко от литературного греческого. Но рассматривали они их как греков? Да, но греки не совсем, вот так скажем. Да это мои друзья-каракачане говорили, что на них смотрят как на греки второе. Так, ну в средние века вы знаете, что подвелилась церковь. Словенцы и хорваты остались латинопишущие и римокатолики. А Болгария, Северия, Третья века остались православными. Православными. Я первый сказал, что болгарское царство стало православным послучшим. Болгария потерпел поражение. Да. Потерпел поражение. Болгария потерпел поражение. Но это очень хороший переговор, испанки. Так что послучшим. Болгаристами, монославными. Болгария потерпел поражение. Значит, ну самое главное, что... в языке, в девятом веке, да? Ради кельтинги Мефолии они сделали что-то исключительно важное, потому что папа признал, что славянский язык лимфа от цяка, четвертый сахарный язык христианский. Да, Папа благословил Вагодиш. И поэтому долгое время, скажем, в Хорватии педагогический язык и педагогические тексты были вагодицы. Ну и сейчас, когда пойдете в Марианские кафедралии, с одной стороны написано «Овченашна латиница» поздругой на Вагодице. Ну, за эту историю, как ученики пришли в Балгарию, как создали керрицу, но в основном керрицы были греческие, и все это. Ясно, но самое главное, что опять Балкани поделились, опять прошла Галлица. Да. Наша проблема сейчас как святых раздельцев между Малагарином Керриным. Я сказал, что мой папа дали Балгарскому високристофу, у него папа икону, золотую такую вязанную, кинули мне эту методию. Макинонс из вас уже скачет. Но факт, что керрица создана в Писке для нужды Балгарского княжеского концерна. Это точно, что после 1894-го киррицы и славянские разгласили официальные государства. Кстати, в основном славяне на Балканах и особо в Балгарии не было так много. Даже сейчас археологи говорят, что на юге практически не было славянской населения. Но благодаря тому, что славянская лица стала официальным, все богатые стали славянами вывешены. Да. Ну, значит, это важно слово, когда сыграли Киевскую. Она пошла к нам на разных местах. То же самое было здесь, в Киевской Руси. Не успел посмотреть в Киеве этот музей на открытом воздухе. Киевская Руси. Да. Ну, посмотрел, где был дождь. Ну, значит, 14-й век – это уже другая историческая, очень важная граница на Балках. Потому что на Балках появился ислам. Кстати, вот, значит, обычно историки в Европе говорят, что ислам – что-то новое в Европе и так далее, что там гастропатии и мигранты их нанесли. И я много профессору Игорь Яковлевичу сказал, а это не так. Потому что, вот подумайте, ислам появился на Балканах в 14-м веке. А антистантизм появился в начале 15-го… В 16-м веке? Значит, 200 лет позже. Он говорит, ну да, вот там в Балкане что-то, какой-то корневый был. Самое главное, что османские турки привезли исламу к Балкана. И, ну, значит, где-то было прессивно, где-то было довольно, но есть регионы, которые приняли исламу. Ну, вы же знаете историю Боснии, там даже патриарх первый принял исламу. И это другая тема. И это парадоксия истории, потому что все-таки в Боснии это были этнические серверы. Он потом их поделил. И сейчас это классика. Особенно на Балканах. Но самое главное, что мусульманские общества на Балканах вы можете найти повсюду. То есть в Балкане, в Макетонии, в Сербии, в Албании. И, может, да, только там в Хорватии, в Словении их не было в историческом смысле. Но сейчас очень много регионов. Ну, а и во время османского управления это была политика султанов. Для укрепления границ в Индии. Они заселили... Ну, они на Балканах... Проселялись. Проселялись. Они поселяли такие компактные группы. Это были в начале, после того восстания в Персии, это были иранцы, которые сейчас у нас называют Казалбаши или Красноголовые. Их немало. Потом это были, особенно после русско-турецких войн, и особенно после русско-турецких войн, это были татары и черкези, которые там... Ну, они ушли потом с турецкой армией, но все-таки было. У нас есть несколько поселений татар, но это был бой. А результат от этих войн и от этой политики появление болгарок на юге Украины. Вы эту историю знаете. 200 лет назад, как их забрали. Они не забрали, они сами пошли, но это точно был и статут, который русская империя им дала. Но все-таки Осванская империя, это 300 лет было огромнейшее образование. Значит, границы в Европе были 7 моря. Да, 7 моря. И там было... Ну, самое главное, что... Ну, знаете, что в начале эта усманская орда, когда султан первый там, усман, пошел, это было около 400-100 шаттлов. Это была маленькая орда, маленькая племя. Но они очень хорошо выучились у византийцев. Что если хочешь делать карьеру в Иберии, ну, там надо раз взять ислам, и два быть служащим султаном. И поэтому... Ну, оказалось, что опять... Вы знаете эту историю, что в Осванская империя была... Там было четыре больших обществе. Милет. Это, значит, умилийский народ. Это были благославные, мусульмане, евреи и армяне. Ну, это как сербия, не как этносы. И поэтому, значит, опять с Балканией стали границами между христианством в обе формы. В благославии, католицизм и исламом. Это долгое совместное проживание в франко-османской империи привело на то, что там есть очень много совместных таких, ну, в культурном наследии. Очень много общего. Больше, чем разницы. Это особо относится на образ жизни в городах. Так называемые, мы и говорим, эсофорг. Эсофорг – это, знаете, что это? Цеховая организация в Османской империи. Цеховая, в смысле, ремесла. Значит, в каждом городе ремесленники одного, наоборот, без слов. У них была одна организация, которая была одной эсфанцем. И поэтому в больших городах Османской империи – это Чаршия, центр города. Там были отдельные улицы. Златарского эсфанца, Кулучи, скажем, медликарства. Покучи – это были, которые обуви это делали, и так Касабского эсфанца. Значит, этот образ жизни очень характерный для балканского наследия, особенно в рамках Османской империи. Ну, это тоже культура Корчима. Культура Таверной, потому что это мужской центр, в котором машины идут. Да. Как они клют, вы знаете, это тоже на балканах. Тут по-другому. Музыка, там, Афсока, это микс арианбанских и местных пианей. Скажем, это город Брегович сейчас делает самый лучший, наверное, микс. Так, значит, мы можем говорить, когда я говорил об культурном наследии и об единической картине на балканах, мы можем говорить о нескольких типах или как единических областей. Значит, вначале это автоклония, но эти, которые были с античинским на балканах, это в основном греки, албанцы, вот тоже то, что я говорил, каракаджане, малахи, которые еще называют армами, цунгласами, цицами и так далее. Потом вторичные автоклония, которые еще в ранние середины века поселились, это в основном славянские или славяны, говорящие народы. Потому что, ну, скажем, хорваты никак не хотят быть славянами, они говорят, что они иранские происхождения тоже, но язык, их язык точно славянский. Потом те, которые позднее приезжали на балканах, это евреи, цыгане в разных видах. Татари, Луци, Армейцы, Русские, Украинцы и так далее. Кстати, я обязательно знаю, что уполагались два вида евреев. Первое еврейское заселение это было, когда из Испании их выгнали. Это было конец 15 века, и это, которые пришли на балканах, Испании, они говорят особый диалект на основу испанского языка. Это так называемые сепараты. Эшкеназы пришли поздно, и у эшкеназов другой диалект на основу немецкого там. Так что у нас разные евреи тоже. И скажем так, что мы не такие, которые поменяли свой, сконструировали свою идентичность в Боснии, как в Боснии, как в Макинонсе. А вот на счет выгрузов это исключительно интересно. Но вы знаете, кто такие выгрузы. Даже в Молдавии у них там автономия. Потому что это никак не... В Астматской империи это никак не можно быть и там, и там. У них это была большая проблема. Турецко-говорящая, но православная. Ну, историки наши говорят, что это оставили общество, этих пюрских народов, которые вошли в Болгарию во время Второго Болгарского Царства. Это наследники этих Кумани, Каченези, Узи и так далее. Пославные Кумани, которые не до конца сломенизировались. И когда пришли османские турки, они навязали османского и турецкого языка. Но там языковые и экологи говорят, что там есть субстрат, который не от турского языка. Да. Возвольтимся на Болгарию. Время начало Болгарского Возрождения, то есть до конца XVII века, так скажем, что они были частью руни лета. И то, что я сказал на первых порах. Была проблема теперь сделать карьеру, не теряя... Это не была осознатая его личность, вот так скажем. Но если хочешь сделать карьеру в империи, тебе надо что-то менять. Если хочешь одну из любимых карьеру, надо менять религию, надо менять ислам. Если хочешь сделать карьеру в Церкви, значит, как в Руме, то надо говорить по-гречески. И поэтому болгарское общество, болгария, они сделали кусет, который на горизонтальном уровне. Ну, поэтому, оказывается, что крестничество в таком виде, как у болгары, это только у гусетов и македонцев. Это не личное отношение, это отношение победы и славы. Я считаю, что родство семьи Крестников, оно тяжелее, чем родство родственников Крестников. Самое главное, абсолютно эндогамия, в смысле, не может никто из фамилии Крестников, из фамилии, взят, супруги, супруги, из фамилии Крестников. Это абсолютно, это и сейчас, вот так. Просто не нужно. Весь Болгария верит, что прожадие ума Крестников тяжелее, чем отца и мады. Весь Болгария верит. Так. Я не буду долгий момент ответом, но важно то, чтобы вы знали и помнили, что борьба за самостоятельную церковь болгарскую, франко-химперию, это не борьба за веру. Это в основном борьба за национальную этичность. Потому что в ранних империях, когда в 1870 султан выдал этот герман для болгарского из-за архата, это практически означало, что Болгарии уже признаны как родные народы. Кстати, прекрасная церковь сделали в Болгарии в Истанбуле, и сейчас ее отремонтировали, прекрасно выглядели. И даже мне говорили в церкви, что армяне и, скажем, русские, украинцы тоже там и будут. А церковь сделали в конце 19 века из железа. Да, потому что это точно Золотой Рог, это у воды, потому что там болотистые, они не посмели поставить основу их городе. А они это сделали в Вене, в Барске, с кораблями привезли, и там сглавили их, ну, как в современности, это как панелкин. Так, и когда, ну, значит, когда делали карту болгарского из-за архата, это было во время Снаджая. Здесь, здесь, это не было частью из-за архата, а им дали право, значит, скопки, окры, библии и так далее, голосовать. И они решили, голосали, что он будет частью болгарского из-за архата, а не Константиновской патриархи. И на основу этого потом, когда была Царь-Градская конференция, мы это очень много расходили, там, и с Греком, и с Матерасом. Потому что у каждого народа на Балкане есть такая большая, ну, скажем, Марта Армания, Великая Греция, Великая Македония, Великая Сербия и так далее. Но это всегда карта, которая сделала эти самые. А эта, эта сделала Царь-Градская конференция. Значит, это были представители Сил, которые там заседали, они для болгарской автономии поставили вот эту карту. Только там решили, что надо быть восточным и западным делали. В смысле, это был болгарий, восточный и западный. В культурном смысле, кстати, это правильнее, чем то, что сделали на Берлинском форуме. Эта часть Българии она я говоряща, а эта е говоряща. Здесь хлеб, мляко, бяло, здесь хлеб, белое, млеко, так далее. Даже сейчас этот наш министр председатель был в Пурису, когда ему подарил папу бочку кистового молока. Вы этого не услышали. Потому что когда, ну, папа итальянского происхождения, мы с Аржентиной, кто знает, Францис. Он родился там в иммигрантском семье в Аржентине. И когда перед приездом в Болгарию, там, перед медианом, он говорил, что он впервые услышал слово «болгарская Болгария», когда был маленьким в Буэру Сайлисе. Потому что его бабушка ему квасила кислое молоко с болгарским порошком, который упал под кем. И он тогда услышал впервые, что это болгарское кислое молоко. И поэтому этот наш сделал бочку кислое молоко, как папа. Ну, это было символически. Но почему я это рассказываю? Потому что это Болгарский Буэру Сайлис, он родился в Гизис Софии. Он говорит им яблоко, как литература, млеко. Просто это в культурном смысле. Это точно, это яблоко, граница, так называемая диоретом. Это там есть культурные разницы. Ну, знаете, потом Горлинский конгресс что сделал? Поделил Болгарию. Ну, это уже много-много-много-много говорили. Но опять Болгария стала границей. Между то, что получила автономию, значит, восстановилась, и то, что вернули сульта. Но в этом, под Немки, значит, последний Берлинского конгресса, в Македонию начал сепаратизм региональный. Потому что до этого момента они теперь чувствовали Болгарию. Ну, значит, они сейчас выговорят, но это не исторический факт. Они для себя и для мира, они говорили, что Болгарию. Даже борьба за национальные церкви началась с Копи, с Копи, с Македонии. Но после Берлинского конгресса они начали борьбу за автономию Македонии, но это была борьба за политическую автономию. До Болгарских войн никаких требований эта ВРО, Революционная организация Македонии, не поставляла для отделов македонских институтов. Школа, церковь и так далее. Они боролись за административную политическую автономию, а потом их зависимости. Это, скажем так, один из последних руководителей МРО, Тотов Александров, в 1924-21 мировой войны говорил вот так. Если кто-то скажет мне, что я не македонец, я ему отрублю язык. Но если кто-то скажет мне, что я не Болгарин, то я ему отрублю голос. Сейчас давайте немножко я вам расскажу о современной Болгарии, в смысле демографически-культурной, как картина, чтобы вы знали. Немножко от этого. Значит, первая перепись Болгария, которая сменила 1788, но первая перепись, которая поставила на центр этнической принадлежности, как администрация, это 1900. И это тогда можно было выбрать, то есть ты сам напишешь, какой ты, вот так скажешь. Значит, я покажу вам данные с 2016 годом и 2015, которые были последние переписы. Мне немножко так сюрпризировало то, что последний перепис был в 1921 году. У меня проблемы сейчас там, но это другое. Значит, перепись в 2011, в Болгарии жили немножко 7 миллионов. Кстати, наш статистический институт сейчас сказал, что с начала этого года уже падает вот 7 миллионов. И это насчет этого, что в 1990 году мы горели 9 миллионов. Значит, 2 миллиона людей мы потеряли, и это насчет эмиграции. вернутся, вернутся, вернутся. что мы знаем, видим. Но, кстати, сейчас оказалось, что, скажем, химистической личности в Волгарии нет 2 года. Сельское хозяйство прошло. И уже 3-4 год, сезон «Черной ногой» в Волгарске, не было бы, если не были украинцы. Студенты, ну, это уже несколько тысяч каждый год приезжают. Для меня был сюрприз. Я в прошлом году смотрел, что, ну, там, про исследования, я делал интервью и так далее. Оказалось, что это не химистическая вода. Я думал, что это из Бессарта, но нет. Это в основном из Западного Крыма. Львов, Черносцы, Киев и так далее. Молодые люди, которые приезжают на 2 месяца. Я не знаю, здесь есть или нет, это такое... Ну, я спрашивал, скажу мне так, у некоторых из них даже мы говорим по-английски, не по-русски. Я спрашиваю у моей девушки из Черносцы. Почему ты не уезжаешь в Польшу? Вот там у тебя запад будет 2 раза выше. А здесь только 300. Она говорит, да, но мне там понадобилось бы стоять 8 часов в фабрике на карте. А здесь многое возникло. Солнце в Польшу и Запад. Так, мы можем так... Значит, 2 миллиона ушло за 20 лет. Так, Болгария, вот видите, как с 1090, когда было 77%, сейчас 85% населения. Этнические болгария, вот так скажем. Сейчас. С турками это интересно, потому что Нурки, хороший процент болгарского населения, оно уменьшилось, когда в 1989 году была смена региона и так далее, когда было это понятие, когда дали ассимилацию, так скажем. Они дали несколько, я думаю, полмиллиона. Они ушли в Турцию. Но после 1491 им дали возможность брать военное гражданство. И сейчас мы не можем сказать, сколько турков постоянно живут в Болгарии. Факт, что когда у нас идут выборы, их везут автобусом. Другой факт, но там уже дети и так далее. Некоторые из молодых людей, которые родят из Турции, но их родители из Болгарии, они сейчас возвращаются в Болгарии, и что учат? Они учат в болгарских университетах. Особенно в области. Потому что они дешевле, и они хотят еще и языка научить. Но самое главное, что вот этот красный, это регионы для, скажем, компактной тюбетской населения. Но в Болгарии проблема с турского меньшинства в последние 30 лет. Проблема с мусульманского меньшинства, в основном, с лигами. С лигами и рома, единственная популяция в Болгар, это проблема, которая за последние 100 лет 4 раза появилась. В чем состится проблема? Состится проблема в том, что последние 30 лет они испали от социальных сетей. Т.е. очень рано они уходят из школы, очень рано рождают, скажем, 12-13 летная девушка, рождается в первый раз, и потом делает это до конца. В смысле, там много детей, потому что это они сделали как бизнес, и самое главное, что они детализировались. Значит, они в каких-то городах живут, там уровень цивилизации не то, что было задержано социализм, так скажем. Но сейчас они очень много идут на запад. Даже они на западе идут, как называемая, chain migration, бережная меграция. С самого ГЕКО они идут и буквально в целых кварталах западной Европы идут. Показали репортаж из Гуизбурга, Германии. Гуизбург практически сейчас это всегда из студии не использует. Они там перенеслись, но живут тем же способом. Они с целого квартала земли. И там практически не говорится ни болгарскими, ни немецкими. А они болгарское гражданство едут? Да. Но в этом состоится и проблема. Потому что они там ездят даже не с паспорта. Личная карта. Как граждане Европейского Союза. Дети там абсолютно не знают, как реагировать. Кстати, та же самая проблема была, скажем, в Швейцарии. Когда в 70-х и 80-х гастер-байты, бывшие в Лукаславии и Рашидкан, где-то в основном были албанцы. Самая большая албанская гастера в Европе – это в Швейцарии. И что оказалось, что они между собой начали то же самое, обычное право начать гребное место – то, что они делают на Балканах. И швейцарская юриспруденция, а швейцарский суд не знал, как реагировать на это. Они послали людей, чтобы изучать это обычное право албанских на Балканах. Даже некоторые сделали диссертацию. Что прозабраться, что там происходят. Изучателят Кодекс Летон-Каджили. Так, значит, вот так с переписью населения в Балканах. Если хотите спросить, то, может, там русские, а не на несколько, в Украине, кстати, тоже. Уже первая была интеллигенция. В конце 19-го века там было мало, как вы все знаете. Но они были, их было мало. Большая группа ехала с белой армией после революции. Ну, я говорил, что для балканского общества, как обычно на Балканах, это не узкие. Они были, ну, как быстро говоришь, и так они пришли с пустяками. Но оказалось, что их вообще не было мало. Ну, сейчас я подселу, наверное, 1860. Но с смесью браков и так далее, есть такая организация, Мальта Украина, у меня есть друзья. Они ошибнут в 4 тысячи. Да, и у них вообще такая, ну, они даже и газету, и сайт. Было очень интересно, что они даже столь календарь выпускают. И очень интересно посмотреть, потому что в Календаре и украинские праздники, и все, и в Балгарске, это, значит, Баба Марта, и День Головного года. Да. Насчет религии. Вот видите, значит, самая большая обществ, это 60% — это православие. Около 10 тысяч, значит, так, около 10 тысяч — это мусульмане. Это политический факт. Но самое главное, что я уже говорил, что, ну, с традиционного турецкого, традиционного ислама турка проблемы нет. Потому что это традиционные ислама, там, в Моргану, там, в Моргану, там, все нормально, все проходит. Проблема с мусульманских общностей циканами. Потому что они очень легко поддаются на аргитализацию. Слава Богу, в Болгарии нет то, что, скажем, в Косуме или в Македонии, там даже есть лечилки и таких, там, крыльевых лечилек из исламаской державы. В Болгарии этого нет. Попробовали, но справились. Даже сейчас очень интересно, что, потому что в Болгарии там на рубеже, когда беженцы из Афганистана и Сирии ехали, их поставили там в одного лагеря на юге, в Кобеден. Они раз поделились в лагере над арабами и афганистанцами, даже они вообще не хотят ничего делать. И два местная мусульманская община, когда Рамазан, они им принесли пляшу, и эти отказались. Потому что, скажем, Руис, там и все, было подготовлено не по канону. Не по лицету? Ну, не по лицету? Да, не по лицету, который они знают, как мусульманскую. Да. Значит, перед... Я немножко покажу, может быть, вопросы потом. Я немножко хочу рассказать о Софии, что подготовили вас, когда перед приемлем, приезжаете, чтобы вы знали, где посмотреть и что посмотреть. Значит, София, это девиз расстоянного истории, это тот же, расстоянное истории мая растет на истории. Почему? Потому что, когда Болгария освободилась, София была очень маленькая, около 30 тысяч. И небольшой город, там не было очень много населения, скажем, но христиане, подославные были, это все-таки множество. Потому что, ну, самые красивые, большие болгарские города, как Вон, Варна, скажем, и Русы, они были богат, богатейшими, но это, до освобождения, не были сущности болгарских городов. Это был традиционный мультикультуализм, для этого не люблю слово. Это точно. Значит, там был турецкий квартал, идрейский квартал, армянский квартал, греческий квартал, а болгару было меньшинство, и в Плонге, и в Пушчуке. Ну, знаете, наверное, что эти скалеты были в Пруссии, в Барне тоже, и так далее. А София, София была маленькая, но болгарские народные собрали автоному, оно решило, что София будет столица, потому что они ждали освобождения Македонии, и чтобы когда Македония присоединилась с болгарами, чтобы это было в Сирии. Это была логика. Ну, сама София возникла еще во время тракийских племен, там цель называлась племя, неважно, в Сирии. Оно стало часть империи Александра Македонского, еще его отец Филип завоевал Софию. Ну, и во время Атлантичности София была очень большой такой центр, центр, как она называлась, Балкана. у него это был самый большой город в центре Балкана. Даже я вам сказал, что Константин в начале думал перенести столицу восточных перей в Сербик. Там был его дворец сербика, один из первых эпископских центров в Софии. Ну, наверное, потому что в Софии есть несколько генеральных источников. Вы знаете, как меня вы любили, там были римские большие, там были и так далее. Вот самый старинный действующий православный храм на Балкане. Это Святой Георгий Ротонда. Это во время Константина в начале 4-го века они построили как степень. Ну, потом есть такой же даже побольше. есть солоники, но она это музей, она не действующая, а это действующая. Внутри, потому что когда пришли османские пульки, они сделали смешки. Значит, внутри там пять слоев росписей. Три болгарские, одно византийское, три болгарские, и в кратерзоне еще и нисламское. будет все что-то. Как это? Ну, за базар. да, это, посмотреть. Это в самом театре Софии это двор президента и президента. Президентская часовня. Президентская часовня получается. В заваре президента. В заваре президента. Да, да. но здесь резиденте, а здесь отель в Шердон. Это свободный доступ? Да, да. В смысле, он говорит, можешь здесь, ну, здесь и в Туге проходить, да. Можешь свежую подставить? А это был дворец бит-эпископа в это время. Другая очень важная... Ну, как вам сказать, папа неслучайно сделал молитву Замир рядом же, в церкви. Потому что там в одном квадрате... Как его? Так же. В одном? Нет, квадрат это вот такое. А, да. Значит, в одном квадрате вы имеете православную церковь, католическая категория, мечет и синагогу еще. И там расстояние между всех этих, около 300-400 метров. Это самое сердце Софии. И там в середине папа сделал это. Это наш, ну, наш сынок, это... Потому что там были представители всех религий и иллюминаций, только православные религии. Так, вот эта церковь дала имя Софии, потому что это церковь Святой Софии, в центре Софии, это построено во время Константина Великого, в начале 4-го века. Ну, было меньше. Было меньше. А в таком виде построил Юстиниан Великий. Значит, это 6-й век. И здесь происходило время Константинова, как называется, Великийский собор. Значит, это... Не вселенский, но все православные, выше чем 300, они собрались здесь. И здесь сделали черновку символа Вели, которая 20 лет спустя была в Никея провоклашена как символ Вели. Во время османской власти это тоже было сделано меньше. Но это интересно сказать. Софии было меньше. У всех церкви были сделаны меньше. Но после освобождения первый губернатор в Софии был казак. Говоря, что он был немножко такой. Было землетрясение и пожары. Это немного лучше. Оказалось, что в ходе землетрясения штанец не на ряд упал. Как это оказалось, никто не знает. Но сразу же после этого все лечики опять стали терплены. Ну, вот так. Не раньше. Но, да, вот так выглядит сейчас Святая София. Она действующая. Она действующая. Ну, хорошей силой православной Иисусе, потому что она точно была сделана в Великой Церкви. Она построена в Великой Церкви. В Великой Церкви. Когда это снялся к Святой Церкви. Ну, для меня немножко не ясно, почему это патриаршеская Великова. Не всегда Святая София. Это построено за исповождение. Болгарское общество решило построить православный храм с благодарностью русского имперанда Он создан в Рожде. Александр Церкви. Они этого храма начали строить в 19-го века. Они его начали как храм Святого Киевого Ефродио. Потом что-то там немножко с русского императора там была немножко проблема насчет веры крестного наследника. Знаете, что Фердинан был украинский католик. И все молкраинские целицы тоже были поляки, но условия, чтобы Русия признала Фердинана, было, что престоловоследники будут грешеным православным веком, и Борис точно был православным. Но в конце, значит, они завершили храм после Первой мировой войны, и они посетили его Александра Евского, потому что это был патрон Александра Второго. Так что сейчас храм называется Александр Евский. Это в Болгарской традиции абсолютно незнакомый. До 10 лет назад это был самый большой православный храм на Болгарии. Сейчас сервик построен Семисава в Болгарии. Ну, кстати, они еще не замечали, но он больше, чем Невский. Но выглядит вот розово точно. Да, посвященному Невскому и так далее. Но я хотел немножко показать вам то, что после освобождения очень много молодец Болгарии пошли учиться на Западе. Но это разница с ситуацией сейчас. Они там шли учиться, но все они возвращались домой, чтобы построить Болгарию. И это новые архитекты, которые там в Болгарии учились, там возродились. Но был такой тренд, скажем. Они начали так называемого нового византийского стиля. Это дом святого символа Болгарской церкви. Вот видите, как выглядит это здание Болгарской академии наук. А когда-то это было одним из болгарских интеллектуалов. Дом Гешу. Он дает академию этого дома. Это рядом с парламентом. Вот так выглядит здание Аглии. Но этого я хотел показать вам. Это баня, которую сделали после первой мировой войны. Это Скина. Сейчас это музей города. Музей Софии. А вот как это евреи, потому что позади Синагога находится, это база хана, так называемая. В том же стиле. Да. Значит, там, где этот хан, около этого, потому что это традиционная, с какими колбасами, Чорщия. Время и Евреи. Значит, там мечер, синагога, а рядом же построили и католическая категория. Вот эта мечер, я хочу вам показать. Почему она осталась? Потому что ее в 16 веке построили как мечер. Здесь церковь не было. Кстати, на Волканах есть такие легенды. Многие местные их разрушили. Но то, что я видел в фортале Сидан, они такие кувачи, в смысле, ремесленники, кочевники. Там в 16 веке построили так называемую крыс джинююю, то есть мечеть, на которой здесь на верхнем месяце крест. Потому что они строили днем, а ночью это падало на дне. Они опять строили днем, оно опять падало. И одна взрослая такая пунчанка, ханела, ей проснилось, потому что там был длинный христианский храм, Богородица. Чтобы оставить Саминае, надо здесь поставить крест. И сейчас, когда мы пойдем, увидите, как налево фрукт с креста. Почему мы говорим? Потому что это осталось и не осталось, потому что это построил известный аспанский архитектор Синан как Джаммия. Это тот же Синан, который построил Сюлейманье, Андреа Морфа, Фодри, если вы говорите там. Тоже Сильгье, не Сильгье Фродрины, Сюлейманье в Христамуле. А я не знаю, он был христианского происхождения. Он был имиджером. Даже постал Агат имиджерского. А потом в конце второй половины жизни стал архитектором. И был архитектором Туэ Султана. Но христианского происхождения из анатолий, греческого или армянского, не ясно. Он был очень хорошим архитектором. Рядом на 400 метров Синагога. Я вот так скажу, что эта Синагога построена 1500 летом по более Синагоги в Вене. Во время второй и второй войны Евгения Синагоги с Круши. Это мы будем знать. А эта статья осталась, что Болгария была на стороне Райка. Это все неизвестно. Но Болгария, это точно болгарское гражданское общество. И при этом очень важная воля нам сыграла Болгарская Константная Церковь. Болгария успела сохранить свою еврейскую общность. Знаете ли вы об этом или нет, что вы говорили о том, что вы не знаете. Но там, когда Болгарское правительство, парламент принял закон о защите нации, их приготовили для отправки в лагерях. И тогда запредседатель парламента и другие депутаты начали митинги делать, манифестации были и так далее. А Владика, София и Владика Болгария, они даже ушли там в селе, стоят в школах. Их собрали. И даже плотности сказал, что если поезда поедут, то он будет с ним. И это успел сохраниться. Блиянская Нерс и Софийская Рада. Кстати, у них покровнейший такой пюлией, который за время Второй мировой времени, потому что там были подъездки, они поставили в парламент с участному вайкаши. Но София была планирована на американцах. Да. Ну, красивая. Ну, кстати, там не пускают. Если тебя не являют, то не пускают. В фамилии ты можешь свободно пойти. Мальчик? Мальчик? Ну, любые еврейские, священные вейские не пускают. Я не скажу. Ну, только всегда не пускают еврейские? Или вообще всегда другие не пускают, не евреи? Скажем так. Мы попробовали в Софии. Ну, было несколько лет назад, была летняя школа. Летняя школа, которую организировал один профессор социологии религии из Бостона. Он действующий все время. В войне шел профессора из Телалифа. И мы сюда пошли, и мы успели войти только потому, что мы были с ним. А этот раввин, он приехал из Израиля, он ни болгарского, ни английского не может говорить. Только еврейского. А потом, в Пловдиве, мы пошли на шабаты. Это было условие, чтобы были пятницу на молитву в Мальчике, в субботу на шабате и воскресенье на литургию. Но этот Селигман, кстати, на литургию не вошел. Не пошел. Не пошел. Мы были там, но он не вошел в тело. Это другое. Он сказал, что у него проблемы с Христа. Потому что вирус был. Я сказал, что у меня тоже проблемы с Христа. Потому что мы не верили. Не, первое – шут, шут. Вот так. Но здесь не успели. Здесь успели нас входит, потому что мы верили и горцами. Значит, мы можем вот так войти. А в церковь, как меч, можешь спокойно. В Пловдиве я не знаю обычные люди. Могут ли их посмотреть? Нет. Но мы на шабате боимся. Даже мне дали водительнику. Здесь только мы очень много. Там, здесь Синамово. Какие их основания. Мне интересно, почему мы так могут попасть. А здесь можно войти в Синамово? Честно, я не знаю, здесь можно войти. Мне интересно, вообще Синамово не пускают ни веки. Или только вот в В. Нет, ну пусть я ей сначала докажешь. Нет, я думаю, что тяжело войти вот так. Надо все-таки, ну... В смысле, как туриста, думаю, что не могу. Не знаю, это только в Болгарии или нет, но... Потому что на шабате мне дали водительника. В водительнике одна страничка на ноябре, другая на болгарском. Хорошо, я тоже делаю то, что не знаю. Нормально. Но потому что я не знаю, что там они поют. И этот рядом был профессор из Телла Рима. Он вот это делает. Мой мультивенник... Тереворочий. Тереворочий. Это было очень многое, потому что было раньше, в новом времени, Второй мировой войны, американцы его сбомбили. И папа Ян, она живой, поставил первые камни, и борцы сделают вот такое. но католиков, Рима католиков в Софии очень мало. Приходит раз в идею, приходит свершение исполнения. Болгарская традиционная католическая общность в основном... Хорошо, я заканчиваю. В Болгарии есть две предназначенные католические общества. Одна в Раковске, это маленький город вблизи Толуга, а другая обшина находится на Дунае. Это католики с XVI века. В основном это бои турникяне. То есть, у меня православная церковь были теоретики. Когда пришли османские турки, они решили, что не примут православие, не примут ислам, и они пришли на патрицизм. То же самое, что сделали и после. Но только у нас маловатых немного. И на это заканчиваю. Если попадете в Софии, то надо посмотреть на фотохрам. Это фотохрам в центре города. Святая неделя. Во время Османской империи было меньше, после освобождения. Его сделали опять церковь. Оно тогда называлось Святикрат. Почему? Потому что это интересный факт. Многие же знают, что в сербской традиции вся династия Неваничей помазаны. Они святые шельмы. Когда турки прошли через Сербию, они уничтожили всех морских и все это. Но сербские монархи успели мы дошить одного. Стефан Чиспотин, тот, кто завоевал Сербию в Македонии. Мы дошили его тело и забрали в Софию. И все время Османской империи Минутин был рядом, в смысле, вблизи Софии, в военном парадмисе, а потом после освобождения его можно посадить в Османной храме. Но после сербско-болгарской войны, в 1885, наши власти решили, что это не будет святикрат, а не Османники, но они церковь посвятили святой идее. Но, может, Минутин еще стоят там, может, человек в космосе и так далее. Только несколько лет назад написали, что все-таки это сербский край. Все мои друзья, когда я прижил в Софии, они хотят, чтобы я им показал это, видное место для них. Я говорю, только не касайтесь, потому что он в четыре раза живется. Так. 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 Так.